Коротко расскажу о том, как у нас обстоят дела в Бельсах и по всей стране. Потом с удовольствием послушаю ваши предложения, ваши идеи. С большинством из присутствующих мы встречаемся в первый раз. Мы специально, было принято решение, чтобы была возможность познакомиться с новыми представителями нашей команды. Каждый для себя примет решение идти с нами вперед, дальше не идти. Для меня очень важно понять, у кого какие идеи по развитию города. Для меня важно построить сегодня правильно и в Бельсах, и во всей стране первичную организацию нашей партии. Потому что, как показывает история, когда у нас выборы одного человека на должность примара или президента, у нас результат один, а когда у нас выборы национальные в парламент, ситуация, к сожалению, получилась немного другое. И это говорит о том, что нужно строить структуры правильные и в Бельсах, и по всей стране. Мне подготовили список именно тех людей, от которых мы получили письма за последний месяц. Когда назову фамилию, просто вставить в двух словах, рассказать о себе. Здравствуйте, Роман. Как вам удобнее у нас? Субтитры делал DimaTorzok 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 Да, да. Вы работаете там по профессии или нет? Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Да, да. Дима Торзок 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 Большое спасибо. Для меня важно, знаете что, вот когда реально хотел, чтобы каждый в двух словах рассказал о себе, потому что, еще раз, раз люди живут в одном городе, они и являются, либо собираются стать членами одной команды, потому что очень важный момент я хочу подчеркнуть. Мы не проводим сейчас встречи с избирателями, у нас люди, которые пишут на сайт партии и говорят, хочу стать членом партии, но не смогу заниматься, потому что там трое детей, две работы и так далее, но в предвыборную кампанию готов помочь. Сейчас мы встречаемся с теми, кто написал, что готовы участвовать в создании первичных организаций, которые готовы развивать партию в нашем городе. Мы должны будем и в городе Бельце перед местными выборами. Люди должны узнавать команду не тогда, когда она уже прошла в муниципальный совет или кого-то предлагаем на должность директора предприятия или какую-то другую должность. Люди в городе должны знать весь кадровый резерв Бельц до любых выборов. Еще раз, неважно это местный, парламентский или президентский. Тогда, поверьте, не будет и такой большой разницы, как у нас всегда была на выборах. Вспомните, 15-й год, первые выборы, кто участвовал тогда в кампании, муниципальные советники, некоторые активисты это помнят. Всегда был большой разрыв между голосами за примара и список муниципальный совет, потому что, когда я задавал людям вопросы, скажите, вот почему там усатый набирает 73, а муниципальный советом 52. Могли там, говорит, а вот мы не знали ваших людей, мы не знаем, есть специалисты, нет. Вот вас знают, вот за вас голосуем, а за список голосуем другой партии. Я говорю, подождите, как-то, я говорю, это неправильно. У нас есть люди, каждого в жизни свое. Есть люди, которые, я знаю, очень хорошие специалисты, но они не готовы говорить на камеру. Или говорят, ну, подсымерген парламент, диваричи подскрыл проекте лезет стендокассы, подсажут куалти-материали, дарьё, так и езла трибуна, вариваться лакамер, пердку нуждеться, хайдис, варжут, кто-то суппорт, он скрест, дарь, ну, маяпликация, навядца публика. Для меня, естественно, важно сегодня, чтобы, когда мы дойдем, после местных выборов, подойдем к общенациональным, чтобы мы показали, что сколько у нас юристов, экономистов, предпринимателей, студентов, молодых специалистов со стажем и так далее, потому что, еще раз, все партии за 30 лет приходят, проходят парламент, создают коалиции, потом все начинают звонить своим знакомым. Айвун доктор, айвун милиционер, ищем кандидата на министра, и надо очень срочно, надо на завтра. У нас, к сожалению, это стандартная практика. Для того, чтобы показать всей стране, городу и всей стране, что мы другие, мы это должны будем с вами решить до местных выборов. Еще раз, для нас не важна сегодня цифра. Мы не хотим никого покорять, как делали некоторые партии, когда каждое воскресенье в районном совете лидеры сельского хозяйства тащат людей с поля, другие своих работников, Хайребет, Ребдис, Крим, Чери, Лапарти, Царатем, Центем, Мулс и так далее. Ни в коем случае. Плюс, на одной улице мы рассказываем свою программу, на другой улице платформа Дана, на третьей Шор, на четвертой Социалисты, и люди видят 40 партий, у людей просто дурдом в голове, и человек даже уже закрывается, не воспринимает информацию, потому что просто перегруз. Сейчас у нас нет никаких выборов, выборов у нас плановые. Если не будет досрочных парламентских, будут осенью этого года. Мы будем биться за Бельцы, за победу. И, поверьте мне, у нас для этого почти все готово. Я имею в виду с точки зрения стратегии, как заявляться, как идти. Мы сегодня обсуждаем трех кандидатов на должность примара. Я буду замерять ситуацию по этим трем кандидатам. Возможно, вы или бельчане, с которым я продолжу встречу, и команда, которая с 2014 года, и те, которые пришли и приходят сейчас каждый день, если у кого-то будет другая идея, пожалуйста, то есть у нас нет никаких ограничений на эту тему, потому что, вы поймите правильно, локомотивом должен стать тот, который является лучшим. И лучшим не по мнению усатого или двух моих друзей, а по мнению всех тех, которые будут участвовать вместе с нами с определением и кандидатом. На примара, на вице-примара, муниципальных советников и так далее. Давайте честно будем оценивать возможности друг друга. У нас нет такого, как я слышал в некоторых районах, а вот у вас есть люди в партии с 2014 года, Шиака его винит в опт-анде-дзиле, да ноя синтема муной. Ребят, нету слова старый или новый. Каждый должен претендовать туда, куда он может и где он справится. Чтобы про нас не писали глупости в фейсбуке, как пишут про некоторых местных руководителей или национального уровня. А не надо трех кандидатов на городе. Смотрите. Не могу, я объясню почему. Потому что один сегодня работает, я имею ввиду, то есть у человека будут проблемы. Если мы его сейчас объявим, у него будут проблемы. Я вам единственное, что обещаю, что это не будет сюрприз, что в последний момент вас поставят перед фактом. Просто мне нужно кое-какую техническую работу. Я вам всех не просто назову, а приглашу сюда. Они будут сами себя представят. И самое важное, если у вас есть кандидат на примара, ребят, у Усатого нету кандидата, что вот идем вот так, и кто-то решил и так далее. Если есть какая-то идея, хотите идти вы лично. Или есть человек, давайте обсуждать. То есть просто не оставляйте это на сентябрь месяц, когда начнется уже регистрация кандидатов. У нас выборы будут 28 октября или 5 ноября. Есть идея, пишите в личку, будем созваниваться, обсуждать. Но я постараюсь назвать как можно быстрее. Но жду их от вас еще раз. Я просто про одного думаю я. Двух мне предложили. Рассмотри вот таких-то людей. То есть люди задавали вопрос такой же, как и вы сейчас. Я говорю, слушай, есть кандидат? Я говорю, я думаю про одного. Я говорю, слушай, а если есть? Я говорю, давайте. Я говорю, давайте. А на что в городе сдал? Конечно. Это, ребята. Люди должны знать их в городе раз. Но есть и другое вопрос. У меня есть опыт, когда стратегией занимаюсь я сам, и мне никто не мешает. Вот все примеры вокруг Пельси. Нина Черетева-Мэр Дроки. Знаете, какая у нее была в Дроки узнаваемость? 2,8% когда она пошла. Она просто уже 12 лет жила в Кишиневе, работала в Минюсте. И в Дроки ездила только на родительский день. Раз в год, как и вся страна. И да, первый раз было тяжело. Я имею в виду, она набрала 42. И потом набрала 80 во втором туре. Но на вторых выборах она набрала 75 в первом туре. То есть, и также Стелла Ануцов, примар Гладиан. То есть, у нас же из примара, скажем так, людей раскрученные, которые пришли, это Богатько, мэр Рыжкан. И Рома Чубачук, мэр города Кантемир. Все остальные, это люди с очень маленькой узнаваемостью за 4,5 месяца работы стали примар. А у нас есть год. Для меня было открытием, вот как вы считаете, сколько в Бельцах сегодня в процентах живет русскоязычник? Когда я говорю русскоязычник, неважно, украинец, русский или поляки. И сколько в Молдаване живет в городе? 70% и 30%. 70% что? 70% русскоязычных и 30% поляков. Ну, не наоборот, но я вам хочу сегодня сказать, что 58% сегодня это Молдаване. И я нашел даже этому объяснению. И вот так, и вот так в Бельцах, если было 60, было 58 русскоязычных в 2015-м, когда стал примаром, вот смотрите, как поменялась ситуация за 7 лет. Еще раз, это официальная статистика, и люди работали над этим. То есть мне просто... Я не могу посчитать только, сколько школ закрыли русскоязычники. Посмотрите. Я не... Не то, что... Не, я не то, что из-за того, что не закрыли просто, что хотели русскоязычник. Потому что мне не хватало учеников. Да, потому что сегодня очень многие, вы правильно говорите. У меня есть очень много знакомых, даже в нашей имперской примарии. Начиная моим бывшим коллегой Григоришиным, где все русские, но всех отправляли в молдавский лице. То есть молдавский, румынский. То есть... Я говорю, как вы дома говорите на русском? Не, не, вот дети хотят. Мне нравится, когда русскоязычная семья отдает в румынский, в молдавский лице ребенка, потому что... Ну что плохого, что ребенок будет знать на один язык больше. То есть этого не надо как бы съязаться. Да, я в фалешных учился на сахарном заводе, была только русская школа. У меня выбора не было, как и у многих из вас в этом зале. Сегодня пусть идут куда хотят. Мне бы лишь бы что-то в стране менялось. Так же, как сейчас вот опять, со вчерашнего дня начали опять. Буквально как-то, не хочу ругаться матом, но, в общем, то, что они вчера сделали в парламенте у Лимба-Румыны, И это именно официальные данные. Это не мое мнение или моя позиция. И сегодня... Но как они вчера это сделали? Они создали прецедент, что сейчас в Конституцию, боже, будет лезть все, кому не лень. Потому что реально они вчера это приняли. Как я сказал, как будто напились где-то на дискотеке и потеряли политическую действие. Конституции должны решать народную, но не парламент, которые, как собираются, такие вещи. Послушайте... Как язык, как... Я полностью согласен. Коса мои языка, векторы и так далее. В Швейцарии проводят по 50-60 референдумов в год. По всем вопросам, которые интересуют население. После избрания руководства Вельска мы будем проводить съезд на всю страну. Где мы будем утверждать новую программу, новый устав. Реально, вектор нашей партии, вот когда все... Да, думаю, в Астросинтец, ку Европа ворь, ку Москва ворь, ку Унире. Вектору партии Дулу и Ностру есть и вектору Дизволтерии Национали. Точка. Понимаете? То есть сегодня мы живем на европейском континенте, но я никогда не допущу выход из СНГ. Потому что СНГ сегодня не только Россия. И сегодня есть Казахстан, Азербайджан. Если бы оттуда вышли все, я бы это понял. Но мы сегодня не должны отказываться ни от одной площадки, или могут созданы в будущем еще три союза, но еще раз, с которыми мы сотрудничаем. Мы никому не идем, не лазим под стол, не на стол. Мы сегодня, меня интересует сегодня решение ключевых проблем для граждан нашей страны. И сегодня, когда я вижу, что даже американцы опубликовали опрос, опрос, вернее, они не опубликовали, а они финансировали опросы. В Учдоке есть такая организация. Кэти, Прученти, Спун, Камая, Санту, Требая, Персонал, Снигу, Чьезы, Контракту, Кугазу, Куруши. 76%! То есть, там и унионисты, и за Россию, за Европу, и все, что хочешь. Потому что 76% это и не про европейцы, и не про российские, и не унионисты. Потому что так делало большинство лидеров стран, у которых именно проблема в энергетическом секторе. И сегодня я критикую власть не только за то, что у нас цена. У меня просто вопрос. Я был в Лондоне, сегодня ночью уезжаю в Виталию. В Европе сильнейшие страны платят в два раза меньше, чем в Молдавии. Вот где у меня претензии. Потому что я не обвиняюсь Пыну в том, что он плохо знает русский язык. Я тоже знаю плохо государственный. Но я не подписывал договор ни с Баташанами, никогда мне предлагали РАД. Пока не взял специалиста, короче, Тиебини, Лимба, Румуны, чтобы меня где-то на какой-то запятой не поймали на чем-то. И я потом не красил перед людьми. Этот, не зная русского языка, подписал договор на 30 страниц Газпрома. Понимаете? И мы сегодня имеем формулу, которой в мире нигде нет. Вы поймите, как сегодня Англия поставляет в Украине оружие, Германия поставляет оружие, деньги и так далее. Франция, Румыния соседняя. Цена 600 евро и 1200. Вот так не бывает. Если бы у нас была цена, как во всей Европе, окей. То есть, если бы сегодня вместо 30 лей стоил Газпрома 15, это было бы дорого, но это не было бы безумием, как у нас есть сегодня. Вот в этом моя претензия и по многим другим пунктам в том числе. Поэтому вектор национального развития нашей страны. Мне так нравилось, когда все называли, те, кто сегодня по главе страны, Игорь Гросу, Наталья Гаврилина. Они все говорили, Ачест Ердоган, Диктатор, Дентур, Чакарин, Нуя, Муша, ССДМ, ЦИК, Айфурат, Купогоднюк, Провизор и Турч. Сейчас Гросу смотрю, как они с ним встречаются и целуются в деснах. И так благодарят и Турцию за сотрудничество, и турки хотят электростанцию поставить. Как сегодня работает Турция? Она не поломала экономические отношения с Россией. В Украине она поставляет Байрактары. Для них вот на Дунае еще сделают две электростанции. Оставили открытым самолет. Эрдоган хочет зарабатывать деньги для экономики его страны. Сегодня, когда только началось это безумие в Украине, я передал некоторым молдавским руководителям. Ребят, оставьте украинцев в покое. Не ловите их на таможне, не забирайте у них деньги. Дайте год времени людям, чтобы они могли эти деньги положить на счет, купить, неважно, предприятие. То есть, когда людей колпошили так, что украинцы потом, они это какими-то путями передавали, они сегодня все осваиваются в Европе. Поверьте, небольшими траншами у них все принимают эти деньги. А нашим эти деньги чем-то пахли, понимаете? Когда сегодня, поверьте, сотни миллионов евро могли остаться в Молдавии, работать сегодня на нашу экономику. Но эти же люди, ну не украли они эти деньги, не ограбили они кого-то. Да, допустим, что там есть несколько процентов людей, которые через коррупционные схемы заработали эти деньги в Украине. Можно было провести экономический форум для украинских бизнесменов. Ребят, вот даем вам там такое-то количество гектаров зона экономики Либербеллс. Кто хочет ваше предприятие перенести к нам в Молдавию? Сегодня в Украине война, они до сих пор производят для нас молочку, консервацию и так далее. Ну это дурдом какой-то, понимаете? Обычно страны, которые не участвуют в войне, поставляют соседям, а те воюют и поставляют дальше нам. Вот какая у нас сегодня экономика. Поэтому, когда я говорю про дектора национального развития, нет интересов Рената Усатова или даже нашей партии. Есть интересы граждан нашей страны. Не важно это, платить за коммунальные счета, развивать там или поддерживать мелкие, средние, в том числе крупный бизнес, понимаете? Я хочу, чтобы, если сегодня, когда я начал говорить про ту же коноплю, про техническую, курить сейчас никому не надо идти. Но Швейцария сегодня основной покупатель всей конопли на европейском континенте, даже частично и за пределами. Потому что самые большие заводы по производству лекарств находятся у них. Сегодня на одном гектаре можно зарабатывать до 80 тысяч евро в месяц. Так может быть, я согласен лук покупать в Казахстане, в Украине, а сажать то, что нам сегодня отдаст деньги, для того, чтобы платить людям все в городах нормальной зарплаты. То есть мы до сих пор, у нас что остались? Коровы и курицы тех марок, как в Москве 412, понимаете? То есть в мире уже другая говядина, другие технологии. Вы свою кандидатуру рассматриваете? Послушайте, мне мою кандидатуру, я так вам скажу, навязали некоторые, не некоторые, а конкретные социологи, когда показали, говорят, смотри, что произойдет, если участвуешь лично ты, ну то есть я. И смотри, какой будет процент у Таубер, даже если их не запретят и так далее. Посмотрю, вот другие. Проблема другая, смотрите. Тут нужно определяться, я об этом говорю публично, ребят. Или я становлюсь пожизненным примаром, или мы убьем все на национальном уровне, так как это произошло на прошлом в парламентском. Вы поймите, люди не понимают, почему Усатва нету в Когуле, Дандюшанах, Дроке и так далее. То есть эту работу надо проводить не за месяц до выборов, как я ездил перед парламентским, президентским. Не важно какие выборы, парламентский или президент, ты должен ездить по стране постоянно. И то, что мы с вами сейчас делаем, Бельцик, делать во всей стране. Или становиться примаром. Я бы никуда, может быть, и не рвался. Понимаете, у меня нет сегодня амбиции, болезни, вот стать любыми путями, президентами или депутатами. Я хочу поменять в стране, потому что, что было? Мы протестовали, когда был примаром в первом мандате, и те, кто участвовали в протестах, это помнят. Ты не можешь воевать с плохишом и в это время звонить Филиппу и говорить, так, я министру экономии, СФА Каста, министру финансов, это и так далее. То есть, когда ты постоянно в оппозиции к правящей власти, ты не можешь ничего сделать. Потому что команда, вы же знаете, как так, Бельцы все игнорируем и так далее. Вспомните все эти войны с мусорной мафией и так далее, и так далее. То есть, нужно или быть вечным примаром, или председателем, или председателем партии. Понимаете, если бы я нашел другого председателя партии, может быть, бы стал пожизненным примаром. Мне, может, намного комфортнее решать вопросы на маленьком пятачке страны, но у тебя должны быть тогда те, которые кто-то кричит в парламенте. Может, давайте почестим, у нас, вы все знаете наших бельских депутатов, неважно, Нестеровский, мой однофамилец Усатый, прошлый, Марина Спатару и так далее. Вот Спатару, помню, один раз в парламенте, что-то она там кричала про статус, особый статус для муниципи. Все остальные ни разу за 4 года не выступили у трибуны. И неважно, от кого, от социалистов, коммунистов, платформы, да, от УНЧ, от УМН. Хотел бы понять, цель партии, да, двигаться, что делать. Потому что, как бы, все так говорят, что дело мы видим, что будет, так мы не видим, но для все это нужно время, ресурс. Послушайте, давайте так, вот, вы все, которые присутствуете в этом зале, жители города Бельца. Неважно, кто где родился. Скажите, пожалуйста, за то время, пока я руководил городом, в городе менялось что-то? Вот так будет меняться во всей стране. Я на примере Бельц, почему мне было обидно, когда вражеский телеканал с утра до вечера. В Бельцах самая плохая еда в детских садах, в Бельцах самые плохие дороги, то есть Бельцы хаяли с утра до вечера. Но в Бельцах многие вещи появились впервые, многие вещи начали меняться после 15-го года. Поэтому мы, в отличие от тех других, которые обещают, уже можем что показать и в Бельцах, и в других городах. Да, мы не были никогда в парламенте, в правительстве, у нас есть только примары городов. Почему наши примары городов набирают после первого раза, в первом туре по 70%? Люди уже видели, на что они способны. Сегодня они не будут голосовать там ни игрок красных, ни за желтых, ни за фиолетовых. Поэтому хотелось бы понять, цель, как идти, как двигаться в этом направлении дальше. Потому что то, что до сих пор при правлении, когда мы были, да, там... Ребят, нам нужно сегодня стать частью, на местном уровне мы уже присутствуем. В Бельцах мы должны будем победить в очереди этого года, и мы победим. Дальше нам обязательно нужно параллельно иметь представителей и в законодательной власти в парламенте, и в правительстве. То есть так, чтобы я не звонил какому-то министру, он сидит, морозится, и может месяцами не отвечать, потому что у нас нету людей ни в правительстве, ни в парламенте. Понимаете? Это какое дело? Налоги собираются, отправляются нам, и дают назад. Совершенно верно. Поэтому еще раз, ребят, ну, по налогам я согласен, я сам этот вопрос поднимал, но еще раз. Мы станем сильным городом и сильной страной, когда у нас будет экономика. Маршрут номер один. Да. На две маршруты. Ребят, не хотите задать про вопрос номер один маршрут сейчас в Холле, а после ноября следующему Примару? Ренак Георджик, просто, ну почему вас нужно с ним быть, ну, раз и сьеду? Что? Где-то Елизавета. Что? Ладно, сейчас, Лай-Лизавета. Куда-то на поль? Ну, на ветру. Лос-кос, кари Мерзе? Да, в Примару его факут остановка, еще, кари он факут ее лаваем сад? Да. И Нержавейка его факут вообще, да? Да, есть, Юаз-кос, да. А? Ну, ну, каще я он факут ее, кодов ла храм, с вами. Да, есть, Юаз-кори мазут. Мои-тацки очень укрепил нас. А, пожале, каще я он факут ее, кодов ла храм. Угу. Что, троллейбус у Лос-кос? Роллейбус у Димутый скос, но богатка, кули, трус-рада Киевская. А, Кукиевская, да? Ага. У Лос-кос, но тоже, нужно и транспорт. У Лос-кос, но тоже, нужно и транспорт. Значит, ну, я не знаю, с инга, оттас борьбе здесь при маршрутном. Воспомни, Сенчерком есть. И, конечно, куноцкая ситуация, кааспинтруминю фосу наутать в Кулос-кос, дела Элизавета. Не знаю, что его тукрыс-на. Да, Димут, а то, если же умеет, Ле-лизавета, как говорили, катастроф. Да, есть, шалчевая. Я седавцем привет, домный примар. Ну, я седавцем, куноцкая. А? Ну, я вам говорила, что в Трудыстре, Константин, в Трудыстре. Тут интересно. Я, когда ела и дела, у амень будет. Но неужели пасу, аз факт, где резервный фонд, сей, и он троллейбус спинт в сад, аз дай пинтру дырши... Эй, боназила. А, ела и рала пунла цикл, шы, дам ту минус, шы, дам умерз дела пас. Ну, в Хадиске, я мастер лицин, нити причис. Амбири, гордий резервный фонд, да, с барского плеча, сады, он... С быкуса, ты не фокут остановка, не амайфа, сегуна. Да, да, сегуэт лавами гуне троллейбус. Ребята, сегодня вопрос в правительстве. Потому что в правительстве половина людей работает без малейшего опыта. Почему сегодня проблема с пеной? Не русский язык, это, конечно, проблема. Нет, это не его проблема, он должен был взять с собой специалистов-экспертов. Потому что Миллер вышел из делегации 16 человек, а нашего два дня водили по барам, по ресторанам, и потом он подписывал, как Ельцин, приватизацию в 98-м, понимаете? То есть нужно было брать специалистов-экспертов. Человек, который всю жизнь занимался только регистрацией офшоров, он стал объединенным министром, можно сказать, энергетика, транспорт, инфраструктура. Он не проработал хотя бы полгода начальником отдела. То есть он понятия не имеет туда, куда попал, понимаете? И поэтому сейчас, да, я не могу идти на протесты вместе с Шором. Я вчера об этом сказал по ТВ. Но я уверен, что лавамини, куциту, лагеты люди встанут без Шора, Кавкалюка и всех тех, которые сейчас хотят, будоражат. Потому что когда я вижу социалистов и Шора, то вот заплатите за три месяца. Я помню, когда Дадон был с ними, ну не Дадон, а партия социалистов, была в коалиции с Демпартией, потом с партией Шор. Что они тогда не оплачивали хотя бы за месяц, понимаете? А сейчас они все заботятся о людях только когда теряют власть в правительстве или в парламенте. Вот то, что мы имеем. Поэтому я уверен, люди выйдут на протест, потому что у всех, поверьте, закончились или заканчиваются последние кубышки. У кого там бонусы нет, Димор, Тупентрунонты, Лакуки. С этими ценами, которые у нас есть, люди потеряли. И вот это, их компенсации, которые они сегодня дают, они не спасают ситуацию никак в стране. Для некоторых спасают, у кого-то, я знаю, стоматологический кабинет, для них эти 500 кубов газа, это ощутимая помощь. Для маленького кабинета. Но для остальных это... Поэтому я поддержу любой протест против власти, но когда выйдут люди. Я сегодня в Сороках имел тоже разговор. Приходит руководитель от Шора, районные советики, ребята, оставайтесь с той партией. Люди, которые ходили с флагом Шора с утра до вечера, они нам не партнеры. Если кадры хорошие, нужно играть. Нет, стоп. Я говорил, что в любой партии и назвал коммунисты, социалисты, платформа, да. Кажется, лаваминь бунтным пас. Кадакэ по песку фаси трябэка министру де экстериор, марчеласпатам министру мучей. Орюлекто филата Акалифераты, карамоэ, сяпутсорридизнен. Ну, кё публике анлаудат. Ёнанзы складынши тэцэс сброш. Нишин тронкас. Дарди, кушор, ну, ктем воргишь. А кулуны ворбаде спичалишься, кулы ворбаде пропагандыки, но винитка спичалишься. И у винитка шеф партитулы пиорашу сурока, шеф Мадипар, си ворбим нояк. Украина против строя, проясните ситуацию. Будет там конфликт, не будет? Нету ни одной информации, подтверждающей, что это может быть сегодня. И я вчера по телевизору сказал, что и делегация Ричанова улучила по шапке в Бухаресте позавчера. Я говорю, что вы пугаете людей? Нету информации такой ни у немцев, ни у американцев, ни у НАТО, ни у кого. То есть те выходят и говорят, мы не располагаем такой информацией. То есть это как наш директор СИБА. Вот то, про что я говорил. Может быть он хороший парень, хороший юрист. Он работал в Центральной избирательной комиссии, стал директором СИБА. Вы понимаете, он пришел в структуру, где он даже не знает, что на каком этаже. Я уже не говорю, где какие группировки внутренние и так далее. Но нельзя приходить просто юристу, директором спецслужб. И он еще ходил каждую неделю, раздавал интервью как министр сельского хозяйства. Я ни в одной стране мира не видел, чтобы директор спецслужб каждую неделю выходил. Он же вышел первый и сказал, в январе русские нападут на Молдову. Или как Гаврилицы, премьер-министр бывший. Есть ролик, который меня просто убил. Встретились, приехали инвесторы. Каждая страна евросоюза брала каких-то крупных бизнесменов. Все прилетели, давно премьер-министр всех встретили. Вам муцемим фурмоз, казвенита Молдова. Велкам ту Молдова, вемня войди, инвестители в Астрии. Но у нас в любой момент может упасть ракета, а на нас могут напасть. Все бизнесмены первыми рейсами вечером, никто не успел в утреннем. То есть, ну, просто тундра, понимаешь? И так те не сильно рады были ехать. Я себе представляю, что их же премьеры, министры, там больше их заставили сюда ехать. Посмотрите, что можно сделать в Молдове. И тут первые пять минут выступления премьер-министра. Даже многие не остались ночевать в гостинице, понимаешь? Мы сам заспились. То есть нету никакой сегодня. Я мониторю это, и то, что происходит... Моя цена нагнетается. Ее нагнетает... Не подгадана к этим протестам, что происходит. Ее нагнетает искусственно-медийно. Нет сегодня. Да, я сегодня очень бы не хотел, чтобы эту провокацию запустила Украина. Как я помню, когда украли Чауса, все говорили, это русские, это те, вышел бы, слушайте. Его украли офицеры управления военной разведки Министерства обороны Украины. Они приехали украсть своего коррупционера. Они были на задании, они не приехали по заданию. Да, я не согласен, что у нас в стране можно любому делать все, что хочешь. Но через три месяца то, что я сказал в тот же день, как его украли, подтвердилось. А тут у нас все раздували. Что это провокация ФСБ, чтобы сделать... Стратегия по возврату молодежи. Будет кайф? Ребята, нету стратегии, есть стратегии сегодня по экономике. Когда начнет страна зарабатывать и что-то будет открываться, поверь мне, и молодежь, и не молодежь, они будут... Людей не надо звать. Они приедут домой на родительский день, на Новый год, увидят, что есть, где можно получить нормальную зарплату, и они уже никуда не уедут. А вот эти стратегии, отучим диаспору Акасу, тронан, заканчивайте этот... Люди сами приедут и не уедут. Вот, поэтому, чем активнее будем мы все, тем лучше будут жить и город, и страна. Ладно? Вам спасибо. Значит, и... Давайте двигаться.